Всем привет! Рада вас видеть снова на своем канале Растяжка с Кутузовой. Сегодня мы с вами будем заниматься спиной. Нам понадобится эластичная лента, потому что мы будем разрабатывать как плечевой пояс, да, плечевые суставы, так и грудной отдел. И это такое оборудование очень хорошо помогает нам в разработке этих отделов. И мы начинаем, встаем мы с вами на четыре точки опоры и постепенно начинаем сначала разогреваться. Мы с вами будем уводить корпус назад, попой на пятки и круглой спиной выходить обратно. Потом попу подворачивать наверх, снова уходить на пятки и обратно. Постарайтесь не делать никаких резких движений шеей, да, все очень плавно, медленно на выдохе и глубокий вдох, еще выдох и вдох. И еще четыре раза, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Остались попой на пятки, потянули ручки вперед. Мы вытянут позвоночник. На каждый счет мы сейчас будем с вами поворачиваться назад и уходить снова в наклон, разворачивая грудной отдел. Поехали. Вдох и выдох. В другую ручку. Вдох и выдох. И еще раз, и два, и три, четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. И снова на четыре точки опоры и будем сейчас постепенно работать с сегментами. Поехали, скругляем, раз, и прогибаемся, два, таза, скругляемся, три, и постепенно прогибаемся, четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Поработаем круговыми движениями, но только в грудном отделе. Если у вас таз тоже крутится, положите на него какой-то предмет, возможно, это будет книга, да, и тогда вы будете четко ощущать, что у вас вращается только грудной отдел, потому что при движении тазом книга просто съедет у вас, да, она скользкая. Поехали, только грудным. А, раз, два, локти не сгибаем, три, четыре, пять. Пять, шесть, семь, в другую сторону, восемь. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сильно-сильно скруглились и опустили попу на пятки. Теперь мы с вами возьмем ленту. Берем ленту, она должна быть метра два, да, чтобы было комфортно. Она должна быть средней жесткости, продается она в любом спортивном магазине, и на самом деле даже в магазинах фиксированных цен. Мы поехали, руки выводим вперед. Сейчас через вдох, выводим руки назад. И выдох, лента должна быть натянутая для того, чтобы у нас напряженно работали руки. Поехали. И, раз, и два. Старайтесь руки не опускать ниже горизонтали. Три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Увыни руки назад, дорабатываем их немножечко наверх. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Медленный выдох и расслабились. Теперь нам надо с вами ленту взять сложенную вдвое. Она должна быть чуть шире, точнее в два раза шире наших плечей, да, на комфортном расстоянии. Но если у вас амплитуда движения в суставах еще не позволяет делать с этой амплитудой, то вы просто берете ее еще шире, чтобы вам было комфортно и не было боли в суставах. И мы проворачиваем вперед-назад. А раз, и два, и три, и четыре. Оставим сзади, подержим. А раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь. А теперь мы поделаем вот такие движения. Из стороны в сторону. Но заметьте, я не вращаю корпусом. Я веду только руки, только руки, растягивая подмышечную впадину до грудной мышцы и тянется в локтевой ямке. И через круг перевели вперед восемь. Вот теперь мы будем работать так по кругу, как мы сейчас только что перевели руку. Поехали. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Старайтесь развести как можно дальше руки назад. Три, четыре, пять, шесть, семь. Поехали в другую сторону. А раз, и два, и три, и четыре. Отлично. Взяли ручками за коленочки, потянули грудной отдел назад. И теперь нам надо сложить нашу ленту по ширине плечей. Не знаю во сколько у вас, но у меня будет это в четыре раза. Заводим руки за себя и выворачиваем локтевыми ямками наружу. У нас ладошки тоже смотрят в сторону от себя. И мы с каждым наклоном будем поднимать ручки выше и вырастать наверх. Поехали. А раз, и два, и три, и четыре. А теперь корпус оставим вертикально, а ручки поднимаем. Пять, работаем только на силу. Шесть, и семь, и восемь. Снова наклоны. А раз, и два, и три, и четыре. И только ручки. Пять, и шесть, и семь, и восемь. Замечательно. Опустили, ручки расслабились. Можете вот так положить ручки вперед. Ленту можно убрать. И мы встаем на задний край коврика. И сейчас мы будем делать с вами кошечку. Все знают кошечку, но мы будем делать ее через круг. То есть не туда-обратно, а через верх, круговую кошечку. Мы подтавим руки далеко, и круглой спиной, максимально прижав подбородок к груди, мы будем вытягивать вверх лопаточки. Мы будем тянуть лопатки вверх до того, пока у нас бедра не коснутся пола. И только в самый последний момент мы сделаем прогиб, очень пологий. Мягко опустим себя на пол, и кошечкой грудью по полу едем снова на пяточке, и выдохнем. Это движение очень важно делать медленно, размеренно, и прочувствовать каждый сегмент вашего тела. Поехали. Круглая. Раз, два, три, четыре, прогиб, пять, шесть, вниз, семь, ушли назад, восемь. Локти на пол можно ставить, только если у вас совсем не получается быть на ладошках обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ушли назад, семь, последний раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, отлично. Мы потянем ручки вперед, таз оставим поднятым от пяток, да, кверху, потянем грудной отдел. Если вам тяжело держать шею, вы опустите лоб на пол, в этом нет ничего страшного. Дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ручки к плечам, поехали кошечкой вперед. И прогнулись восемь. Мы сейчас с вами выросли на руках, наши бедра не касаются пола. Прогиб в пояснице пологий за счет того, что вы подтянули пресс, то есть вы брюшной стенкой передней поддерживаете позвоночный отдел поясничный, да? То есть вы не висите на нем, ни плечи у вас не задираются к ушам. Вы максимально вытянулись вверх, прямо вот макушкой и подобрали пресс в себя, ягодицы зажали, то есть подвздошно-поясничную выдавили вперед, да? За счет вот подкручиванного таза. И мы сейчас медленно будем опускаться вниз и за головой медленно вырастать наверх, макушкой тянуться. То есть вы можете лопатками дорабатывать, только, пожалуйста, не резко прогибать, да? А вот именно с вытяжением и медленно вниз. Поехали, четыре раза. Раз, и вниз, и два, и вниз, и три, и вниз, четыре, опустились вниз. Замечательно. Теперь ручки ставим возле плечей, ладошками прямо под плечики, чуть пошире, да? И начинаем делать круговые движения, мягкие, не запрокидывая голову назад, а не через сторону вращаясь. То есть акцент на стороне, с вытяжением. Раз. Голова у нас не стоит колом. Два. Три. Ягодицы зажаты. Четыре. В другую сторону точно так же. Пять. Шесть. Семь. Восьмь. Замечательно. Кошечка и поехали назад, попой на пятки. Растянули позвоночник. Вытянули ручки далеко назад, а таз корчиком тянется в другую сторону. Осивное вытяжение. И встаем на коленочки. Ножки у нас с вами на ширине плечей, либо чуть шире в комфортное положение. Ручки за спину. Мы сейчас будем делать волнообразные движения, чтобы немножечко мобилизировать и в то же время стабилизировать наш позвоночник. Поехали. Вниз. Раз. Вверх. И два. И вверх. На самом деле заполните это движение, потому что именно это движение будет выходом из верблюда у нас. Шесть. То есть хорошо, прям на физическом плане проработайте. Семь. Восемь. Замечательно. Мы с вами вытащили таз вперед, да, за линию колен. И начинаем медленно тянуться руками и уходить, не садя попу на пятки, в скручивание. Еще. Раз. И два. И три. Четыре. Пять. Подготавливаем свое бедрышко. Шесть. Семь. Восемь. Теперь мы опустили попу на пятки, поставили руку либо на стопу. Если у вас не хватает амплитуда, вы можете поставить на повышенную опору, допустим, кубик, либо стул какой-то. Можете поставить рядом со стопой. Самое главное, чтобы вы плотно держались и эта опора не шаталась. Мы с вами по спирали будем выходить в прогиб, подвигая таз за линию колен, доходя до диагонали и возвращаться обратно, меняя руки по спирали. А раз. И вниз. И два. И вниз. И три. И вниз. Четыре. И вниз. Зафиксируем положение. Пять. Шесть. Сменьши вниз. Через глубокий наклон в другую сторону. А раз. Два. Три. Снова вниз. Через глубокий наклон отдыхаем. Сейчас мы с вами вырастаем. Ручки у нас остаются на полу либо на опоре с двух сторон. И мы начинаем вытягиваться вверх, выходя в верблю, тянусь, стянуться макушкой вверх, да, и по диагонали. И потом мы попа опускаем первый, а грудной, где у нас последний вместе с шеей. Доработаем, да, это движение после волны. Поехали. А раз. Прогиб. Попа первая, грудь последняя. И раз. Прогиб. Попа первая. И грудь последняя. Еще два раза. А раз. И таз за линию колен. И медленно вниз. Опустились и последний раз. И раз. И два. Медленно таз вниз. И опустились. Восемь. Замечательно. Теперь мы с вами встанем наверх, на коленочки. Поднимем руки наверх. Сейчас будем делать волны, но уже с добавлением плечевых суставов, для того, чтобы потом сделать мостик очень красивый, ровненький, ладненький, не торчащими руками. Поехали. Глубокий вдох. Голова назад. Таз вперед. Таз назад. Руки опустились. И еще вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. И еще. И последний раз. Замечательно. Теперь мы с вами немножечко расслабим спинку. Основная часть нашего занятия подошла к концу. Мы ложимся с вами на спинку. Прижимаем ножки к себе. Максимально расслабляем поясничное отдело. И делаем движение по оси. Вдоль пола. Параллельно полу. В поясничном отделе. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки у нас вниз. И начинаем медленно скручивать ножки в одну сторону. Не опуская их до пола. Можно в сторону рукой поставить. И два. Вытяжение. И три. Вытяжение. Четыре. И пять. И шесть. Прижали к себе ножки. Обхватили их за коленочки. Колени давят в ладошки. Мы с головы начинаем скругляться. И вырастаться вперед. То есть наша задача растянуть трапецию. Широчайшую, квадратную. Вытянуться вверх. И медленно так же опуститься. По сегментам вниз. Очень плавно. Прижимая ноги к себе. И снова. Вытянуться вместе с головой. Трапецией. Никаких резких движений и перекатов. И опуститься вниз. И последний раз. И выросли. И потянулись наверх. Замечательно. Я благодарю вас за эту тренировку. Я надеюсь, она вам понравилась. Вы были на канале Растяжка с Кутузовой. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok